Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях в пятницу, 14 сентября, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. Что стоит садовый дом построить? Теперь, прежде чем начать возведение дачи, надо сообщить мэрии параметры объекта. В Краснодарском крае к Новому году планируют запустить поезд «Армавир Адлер». Себя они называют клуб небезразличных. В Сочи собрались главврачи онкодиспансеров. Они уверены, треть случаев можно предупредить. В Сочи определится чемпион страны по регби-7. Сегодня стартовал заключительный тур чемпионата России среди женских команд. В понедельник в Сочи президент России встретится со своим турецким коллегой. Владимир Путин и Раджеп Таиб Эрдоган планируют провести переговоры 17 сентября и обсудить проблему сирийского Айдлиба. 6 сентября лидеры России, Турции и Ирана обсуждали в Тегеране сирийское урегулирование. В ходе встречи Путин, в частности, заявил, что у Москвы имеются неопровержимые доказательства того, что в Сирии террористы готовят провокации с химоружием. 81 год исполнился самому южному и хлебосольному региону России. Краснодарский край отмечает день рождения. Основные празднества сегодня прошли в музыкальном театре Краснодара. Его украсили баннерами и стендами, которые рассказывают о достижениях региона в экономике, сельском хозяйстве, образовании и культуре. В этом году Краснодарский край вошел в пятерку лидирующих регионов страны. Наши достижения в области медицины, в развитии сельских территорий и строительстве дорог бьют показатели прошлых лет. Тех, кто помогал краю добиваться таких высот в различных отраслях, честовали на праздничном концерте. Губернатор края Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко наградили медиков, военных, научных деятелей и сельхозработников. 35 человек получили звание заслуженных, медали Герой труда и за выдающийся вклад в развитие края. А несколько жителей края получили федеральные награды от имени президента. Губернатор поблагодарил собравшихся за высокие показатели во всех направлениях развития региона и отметил, что именно люди строят великую историю Кубани. Свой 81 день рождения Кубань встречает стабильной, сильной, уверенной в себе и уверенно идущий в завтрашний день благодаря труду каждого жителя нашего региона. Низкий вам за это поклон. Конечно, наша Кубань не только красавица, наша Кубань труженица. С какой заботой, самоотверженностью мы собираем хлеб для нашей великой России. И в этом году рекордный урожай. Я всех хочу поздравить с праздником, пожелать мира, добра, благополучия всем вам, каждому жителю нашего края, ну и, конечно, каждой кубанской семье. С праздником! Мы с вами должны передать нашим детям, будущему поколению, процветающую Кубань, комфортную, безопасную, богатую. А для этого ни в коем случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно брать новые рубежи. И мы должны понимать, что от нашей с вами работы во многом зависит будущее родной Кубани. Дорогие друзья, перед нашим краем стоят масштабные задачи. Но у нас огромный потенциал. Мы открыты для новых идей и позитивных изменений. После торжественной церемонии для гостей выступили лучшие творческие коллективы со всего региона. На сцене прозвучали популярные классические народные композиции и танцевальные номера. В Краснодарском крае к Новому году планируют запустить поезд Армавира-Адлер. Об этом сообщили в законодательном собрании края. Туда поступает множество обращений с просьбами организовать пригородное железнодорожное сообщение между Армавиром и Адлером. Такой маршрут нужен не только жителям конечных станций, но и Новокубанского мостовского районов. И даже Ставропольского края. Пригородное сообщение позволит разгрузить автомобильные трассы. Решение пустить из Армавира в Адлер ласточку оказалось неприемлемым. Как пояснили эксперты, расстояние между пунктами – 339 километров. А для пригородного сообщения по нормативам должно быть не больше 200. Поэтому решено пустить поезд дальнего следования. Время в пути около 7 часов. В ближайшее время пройдут все необходимые процедуры для организации маршрута. Транспортники пообещали решить вопрос так, чтобы уже на новогодних каникулах жители края смогли воспользоваться новым поездом. Что стоит садовый дом построить? В градостроительный кодекс внесли поправки. Теперь прежде чем начать возведение дачи, необходимо получить разрешение от городской администрации. Властям надо сообщить параметры объекта – площадь, этажность, отступ от гранит земельного участка. Если все в рамках закона, то можно ждать отмашки на строительство. Такой же порядок действует и для ИЖС. По мнению городской администрации, поправки в градостроительный кодекс – это еще одно средство в борьбе с самостроями. Если раньше для индивидуального жилищного строительства требовалось разрешение на строительство, то для садоводческих участков прямо было указано – разрешение не требуется. Это позволяло пользоваться данной нормой и осуществлять строительство не в соответствии с нормой действующего законодательства. Это повлекло за собой рост многоквартирных домов на садовых участках. Изменения коснулись не только порядка получения разрешения на строительство, но и контроля над ним. Теперь надзорные органы могут следить за ходом работ на объектах до трех этажей. И это еще одна победа, заявил глава Сочи на еженедельном совещании, которое прошло накануне. Пробелы, которые раньше были допущены в законодательстве, устранены. А что именно? И что давало повод для самовольной застройки? Это отсутствие контроля за объектами от нулевого этажа до третьего. Проверки стройнадзор сможет проводить на основании заявлений граждан, органов местного самоуправления и СМИ. Далее все материалы будут направляться в администрацию, которая в свою очередь обратится в суд с иском о сносе незаконного объекта за счет застройщика. Не исполняет решение. Орган местного самоуправления его наделили такими полномочиями сейчас законом. Выходит суд с иском об изъятии данного земельного участка и продаже его с публичных торгов с условием того, что лицо, которое будет покупать, соответственно, либо снесет данный объект, либо приведет его в соответствие. Средства, потраченные покупателем на снос объекта, будут вычтены из стоимости участка. Таким образом, согласно нововведениям, цена, изъятые у недобросовестного застройщика земли, может снизиться до рубля. Эти нововведения должны отбить охоту, возводить самовольные строения. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. 15 сентября в Сочи облачно, временами дождь, ночью плюс 17, плюс 19, днем 23-25 градусов выше нуля, температура морской воды плюс 24. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров «Море золота» и драгоценных камней, скидки, акции. Ежедневный розыгрыш призов среди покупателей. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от «Соут». «Море золота», новинки фэшн-индустрии, хендмейд-изделия, скидки, акции. С 20 по 23 сентября. Гранд-отель «Жемчужина». Категория 0+. В России рак занимает второе место среди причин смертности населения. В прошлом году онкологические заболевания унесли в жизни более 290 тысяч россиян. О возможностях предотвращения трети всех случаев заболеваний раком говорили сегодня в Сочи на межрегиональном форуме главврачей лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля. Жизнь не стоит на месте. И здесь онкологи со всей страны, себя они называют клубом небезразличных, обсуждают острые вопросы. На этот раз в списке новые, актуальные и даже горячие темы. В том числе современное лечение наиболее распространенных онкологических заболеваний. Таких как рак легкого, молочный, предстательный желез, опухоли головы и шеи. Новые методики должны внедряться на местах, чему и способствует форум. Обмен опытом – лучший способ развития, уверены медики. Важна в онкологии и ранняя диагностика. Не секрет, что эффективность лечения напрямую зависит от возможностей выявить заболевания на первой, второй, а желательно на предраковых стадиях. От этого зависит и средняя продолжительность жизни населения страны. Ведь рак уже много лет является второй после сердечно-сосудистых заболеваний причиной смертности. От того, насколько эффективно работают онкологические учреждения России, насколько поставлена служба, в первую очередь служба ранней диагностики, причем она включает не только онкологические учреждения, но и первичное звено. То есть поликлиники и врачи общей практики. Соответственно, от того, насколько хорошо построено взаимодействие, зависит, насколько у нас преемственность онкологической цепочки и эффективность лечения в целом. Участие в форуме руководителей лечебно-профилактических учреждений онкологического профиля принимают и сочинские специалисты. С их работой готовы ознакомиться коллеги из других регионов страны. На самом деле у вас достаточно хорошо оснащенный современный диспансер. Главный врач диспансера доктор Дегтярев регулярно участвует в наших форумах. Специально не смотрел статистику по городу Сочи, но готов посмотреть. Наверное, я смогу уже более адресно, более четко сказать те данные или привести те цифры, которые действительно позволят сказать, что в городе Сочи, который развивается на глазах всей страны и на сегодняшний день является самой крупной агломерацией в Европе, и функционирует еще и активный диспансер, который не уступает другим онкологическим учреждениям России в плане уровня и качества оказания медицинской помощи. В Сочи официально стартовала акция «10 тысяч шагов к здоровью». Она проходит во всех районах курорта. Сегодня ее возглавила руководитель управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян. Она и рассказала нам, где и когда будут проходить маршруты здоровья. У ходьбы нет никаких практически противопоказаний. Любой из нас, кто может ходить, может ходить на любые дистанции. Учеными, медиками подсчитано, что человек в день должен иметь такую нагрузку, которая эквивалентна 10 тысячам шагов. Это приятно делать в нашем городе, потому что у нас красивый город, красивые маршруты, красивые пейзажи. Это полезно для всех систем и органов. И это, в конце концов, делает наше настроение хорошим. И второй проект – это прогулка с врачом, который будет фиксирован на то же самое расстояние по одному из этих маршрутов здесь, в центре города, начинающемуся от площади ГСС. Это еженедельно, один раз в неделю, в пятницу в 6 часов вечера. Во время прогулки с врачом можно задать и вопросы врачу. Это мероприятие будет еще и позволять людям пообщаться с врачами разных специальностей. Мы начнем с наших главных специалистов. В офисном костюме на каблуке, естественно, не надо ходить. Хотя, в принципе, организму все равно, сколько и каким способом, и на какой дистанции. Главное, чтобы было 10 тысяч шагов. Это пересеченная местность или нет. Но для здоровья человека, конечно, очень важно, чтобы все возможности травмирования были сведены к минимуму. Ну, а для настроения важно, чтобы было комфортно. Им обоим по 70. И это повод для выставки. В художественном музее открылась экспозиция двух сочинских художников – Бориса Медведева и Константина Тропицына. Выставку назвали просто, но емко. Две школы – одна традиция. Оба художника в этом году отмечают 70-летие. Борис Медведев – член Союза художников и Союза дизайнеров России. В 2009 году стал лауреатом национальной премии в области дизайна в номинации «Дизайн педагогика». Художнику объявлена благодарность Министерства образования и науки. Произведения Медведева хранятся в Третьяковской галерее, Сочинском музее, Астраханской картинной галерее и Астраханском историко-архитектурном музее, а также в частных коллекциях России и за рубежом. Второй юбиляр Константин Тропицын в свое время окончил отделение монументальной живописи, член Союза художников, участник всероссийских и международных выставок, награжден профессиональными дипломами Российской академии художеств. Его работы находятся в музеях, в частных и корпоративных собраниях в России и других странах. Но все эти биографические вехи – лишь штрихи к главному. Оба мастера не мыслят себя без своей профессии, поэтому и отмечают юбилей особой двойной выставкой. Вход на нее свободный. Вернисаж будет открыт до 30 сентября. Адлерский тренер подзюдо Акоп Папазян стал чемпионом всероссийского турнира. Всероссийские соревнования подзюдо памяти героев «Малой земли» в Новороссийске собрали 206 атлетов из семи федеральных округов России. В весовой категории 90 килограммов убедительные победы во всех схватках одержал тренер сочинской спортшколы номер 10 Акоп Папазян. Он оставил позади своего коллегу из Краснодарского края Заура Киятова, а также атлетов из Чечни и Ингушетии. Став чемпионом, Акоп выполнил норматив мастера спорта подзюдо. В Сочи определится чемпион страны по регби 7 среди женских команд. На базе Югспорта сегодня стартовал заключительный тур чемпионата России. Расскажет Ольга Десятого. Это сильный соперник. Если расслабиться, будет проблем. Чтобы не было проблем. Хорошо, давайте с первого до паса. Ргутис Подмосковья сегодня самый титулованный клуб страны. В стартовом матче четвертого заключительного этапа чемпионата России девушки сыграли со сборной Дагестана. На поле фавориты и аутсайдеры турнира. Счет соответствующий. Команда из Подмосковья не оставила сопернику ни единого шанса, выиграв со счетом 32-0. Наверное, больше сложно чисто мышечно, потому что такая погода, слякоть, и как-то может ударить это просто под ногами. А так никаких сопротивлений нам эта команда не дала. Вообще, команде из Подмосковья для общей победы в чемпионате России достаточно войти в четверку лучших команд по итогам этапа в Сочи. Так что звание чемпионов страны им обеспечено уже на 99%. Для тренеров такое уверенное лидерство – отличный шанс попробовать на поле молодежь. Пока все удачно. У нас уже было предыдущие три этапа, где наша команда «Ургутис-Подмосковья» занимала первое место. Соответственно, здесь надо показать, даю возможность молодым игрокам проявить себя и войти в тройку призеров на этом этапе. Тогда чемпионство останется за нами. Конкуренцию клубу «Ургутис-Подмосковья» составляют две команды. Это действующий чемпион страны Енисей и обладатель Кубка России Красный Яр. Клуб из Краснодара к заключительному этапу российского чемпионата подошел на четвертом месте из шести команд. Кстати, Сочи принимает последний российский турнир женских команд по регби-7 в нынешнем году. Дальше сейчас заканчивается чемпионат. Команды возьмут двухнедельный отдых, а дальше будет уже привлекаться сборная и будет готовиться к отбору на Олимпиаду и играть в мировую серию сейчас два этапа в октябре и в ноябре-декабре. Мировая серия по регби-7 пройдет в Колорадо и Дубае. Ну а пока турнир в Сочи. Завтра клубы проведут свои заключительные встречи. Шесть ярких матчей по 15 минут. Команды ждут больше зрителей. Кстати, на трибунах можно запросто оказаться на соседних креслах с прославленными чемпионами, которые проходят сборы на базе Югспорта. Сегодня, например, за игрой наблюдал скелетонист Александр Третьяков, олимпийский чемпион игр в Сочи. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Смотрите нас также в социальных сетях «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники», «Телеграм» и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok